Я бы не хотел бежать впереди паровоза. У меня нет никаких оснований думать, что господин Ралашов ангел с крыльями. Ровно так же у меня нет никаких оснований думать, что он взяткополучатель или взяткодатель. То, что сейчас происходит, а именно еще до решения суда, господин Ралашов находится в тюрьме, и уже городская дума под давлением лиц из федерального центра приняла решение о назначении нового человека на исполнение обязанности мэра. Дико напоминает тривиальную схему того, что называется рейдерского наезда. Когда директора какого-то успешного предприятия в чем-то обвиняют, сажают в тюрьму, пользуясь перерывом в его деятельности, меняют менеджмент, забирают ключи и печать, и когда человек выходит из тюрьмы, возможно, осужденный, а возможно, оправданный, он уже не имеет ни прав собственности, ни ключа, ни допуска и вообще всего-навсего частное лицо. Вот торопливость, которую демонстрируют представители партии власти, показывает, что навыки вот этого рейдерского захвата работают и здесь. Мы еще не знаем, виноват Ралашов или прав. Для этого у нас есть самый независимый, самый справедливый и самый гуманный российский суд. Он пока еще не вынес своего вердикта, а мерзкий офис уже поделили. Как-то странно.